Привет! Мой старый бесперебойник Mastek 600 Точнее он называется Mastek PowerMast 600 USB Отслужил мне верой и правдой Я знаю, ну лет 5, наверное, если не 6 И пришлось его вначале заменить В связи с тем, что увеличилась мощность компьютера Соответственно, увеличилась мощность видеокарты И при нагрузке во время игры Этот бесперебойник уже не мог выдавать ту мощность, которая нужна компьютеру И вырубался Поэтому в свое время я купил себе бесперебойник от PowerCom 1000 вольт ампер То есть помощнее Активная мощность у него, не припоминаю сколько Но достаточно для того блока питания, который у меня там стоит 600 ваттного И он, соответственно, работает в другом компьютере А этим я пользовался для своего старого компьютера До поры до времени, пока он однажды выключился И при включении больше компьютер не включался Я сделал вывод, что накрылся аккумулятор Поэтому сейчас у меня есть такое желание Вскрыть его Посмотреть, во-первых, какой там аккумулятор Какие у него габариты И попытаться приобрести новый И поменять его Чтобы вскрыть корпус, необходимо открутить 4 винта Расположены по углам корпуса И, насколько я понял, здесь еще какие-то присутствуют защелки Верхняя часть крышки защелкивается на нижнюю часть корпуса Поэтому немножко придется поиграться Сначала я хотел воспользоваться вот этой прекрасной отверткой Но оказалось, что она короткая И просто не достает Ага, это с задней части не достает Шурупчики достаточно глубоко Практически, наверное, вот сверху корпуса находятся Эти покороче Так что с этим я справился В результате я получил доступ к аккумулятору Сейчас я сниму его характеристики Размеры и паспортные характеристики И буду заказывать в интернет-магазине новый Характеристики на экране То есть это производитель GP 12 вольт, 28 ватт Вот сейчас я попытаюсь найти По таким же характеристикам аналог Ну и, соответственно, чтобы габариты подошли Потому что иначе я его туда не запихну Вот так вся эта история выглядит в разобранном виде То есть я так немножко побаивался, что он будет там закреплен жестко Он просто вставлен внутрь У него там есть какое-то посадочное место пластиковое И сверху какая-то резиновая прокладочка Вот ее, наверное, надо будет еще восстановить на новом Ну вот пока что все Когда установлю новый, попробую запустить Отчитаюсь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!